Сергей, в Уфе отличная погода, бабье лето, самое время поснимать выпуск про уличную еду. Я, например, очень хочу бургер. Ну, а я тогда сегодня по хот-догам буду ответственный, а потом предлагаю нам с тобой еще по шуме навернуть где-нибудь здесь в центре. Отличная идея, погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этим летом в Уфе и на моей улице любителя хот-догов состоялся праздник, потому что в Арт-Квадрате открылся Стардокс, самые известные российские хот-доги теперь в нашем городе. Почему многие считают их легендарными, расскажу чуть позже, а сейчас сделаю небольшой заказ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка, которая сегодня на смене, не захотела, чтобы мы ее снимали, поэтому я вам сейчас расскажу свой заказ. Конечно же, я взял классику французский хот-дог с сосиской чикен-гриль, также я взял датский хот-дог с колбаской берк-салями. И еще у них есть меню от шефа, там хот-доги по разным странам. Я взял мюнхенский с бекончиком, с капустой. И, конечно, я взял бутылочку кока-колы, пока она еще не превратилась окончательно в добрый кола. Итого, мой счет составил 816 рублей, ну и, по-моему, все уже практически готово. Поэтому прямо сейчас я поделюсь с вами своими впечатлениями, мои маленькие любители хот-догов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мое заведение на сегодня – это киоск Маза Лакарс в Инорсе, где делают бургеры из курицы и говядины. Давайте узнаем, чем они могут меня сегодня порадовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здравствуйте. Слушаю вас. Вот, хотел бы бургеров у вас поесть. Издалека приехали. Вот, специфические. Так. Какой бы хотели? Ну, и мы обычно много берем. Вот я возьму, наверное, три. Давайте бигбой с двумя котлетами пусть будет. Вестерн с луковыми кольцами. И вот куриный криспи-чикен возьмем тогда. Криспи-чикен, хорошо. Вот, и картофель от даха есть? Да, конечно. А соус к нему какой-нибудь? Есть сырный, есть чесночный, есть барбекю. Давайте сырный тогда возьмем. И попить воды там какое-нибудь что-то такое? Воды, к сожалению, вот чего-чего воды подвезут по почек часу. А что есть? Попить пока ничего нет. А пока ничего. Ну, хорошо. К сожалению, вот приходили гости. Ну, ладно, ладно, ничего страшного. Так, сколько по времени будет примерно готовиться? 10-11 минут. Давайте тогда рассчитаемся. Пару слов об истории бренда, друзья. Потом поясню, почему я так много про это знаю. Изначально эти хот-доги назывались Стеф. Здесь, видите, напишут на «Established in 1993 год». Стеф, потому что поставщиками была датская компания Стеф Хаулберг, если я не ошибаюсь. Они поставляли именно сосиски, мясные продукты. Потом, во время кризиса 1998 года, во-первых, они отказались от этих датских поставщиков, во-вторых, переименовались в «Стоп-топ». И «Стоп-топом» эти хот-доги назывались с 1998 по 2004, получается. И вот в 2004 был глобальный ребрендинг, и с тех пор, уже получается, дольше всего франшиза называется «Стардокс». И наряду с теремком, и крошкой-картошкой, ну понятно, что «Стардокс» – это не русское блюдо, да? Хотя, возможно, фаршированный картофель тоже. Это вот наша самобытная отечественная франшиза, которая только в 2022 году добралась до Уфы. И я с удовольствием сейчас все это попробую. Во-первых, упаковка. Упаковка, вот у меня три хот-дога, поэтому, соответственно, у меня здесь один, и здесь два. Ну вот, посмотрите. Ну, реально, супераккуратно. Можете сразу считать, что я немножко предвзят, потому что, вот, откуда я так много знаю? У меня родители еще в 90-е, когда первые разы приезжали в Москву, они говорили, что мы ели там хот-доги «Стеф». Датский, французский, это было прекрасно, великолепно, потрясающе вкусно. Вот, и я потом их тоже полюбил, и, наверное, хотя бы по разу попробовал под каждым из названий. Вот, ты берешь два хот-дога, все аккуратно. И, судя по логотипам, можно заказать доставку. Ну, вообще, конечно, хот-дог, как любой такой стритфуд, лучше есть из-под ножа, с пылу, с жару. У нас здесь два, и здесь один, и у нас немножко сюда приклеились огурчики, но это не беда. Так, давайте начнем с самого простого. Классика – это датский, вот он, и французский. Я начну с французского. Французский хот-дог или френч-дог, как их часто называют, представляет собой багет, ну, то есть вот прям багет, прям вот маленький батончик, из которого торчит сосиска. Я когда-то, возможно, в детстве тоже услыхал или увидал, что вот, значит, французский просят только с майонезом. Вот и я себе попросил только с майонезом. У меня здесь самая нейтральная сосиска для тех, кто не ест там свинину, может, и говядину тоже не ест. Называется Chicken Grill. Просто с сосиской самые недорогие позиции в Уфе стоят 200 рублей. Дальше они идут 250, 270 и, по-моему, 319. Но с самой огромной колбаской я не стал брать. То есть все просто и пробуем. Ну, кстати, у него реально есть такой куриный вкус, даже вкус грудки немножко. Ничего лишнего. Нежная сосисочка. Такой у них какой-то желтоватый вот этот майонез. У Хайнца был похожий именно для сэндвичей. Но у нас сейчас его почему-то тоже перестали продавать. Мягкая булка. Его удобно есть. Это один из самых удобных форматов стритфуда вообще. Потому что у тебя вряд ли здесь что-то развалится. Плюс, если у вас есть дети, которые часто выступают против горчицы, против лука, против огурцов соленых, можно вот взять им это. Можно разных соусов намешать на ваш вкус как угодно. Иногда вот хочется чего-то нейтрального, но хочется хот-дог. И тогда, на мой взгляд, френч-дог – это ваш выбор. Это вот одна из двух традиционных позиций. Салфетки тоже брендированные. Легендарные хот-доги. Мы, кстати, не снимаем рекламу. Нам никто ничего не заплатил от Стардокса. Никто не знал, что мы придем. Девушка вот, например, говорит, вы снимайте, пожалуйста, но не снимайте меня. Так что все это исключительно мое мнение. Мой накопленный за 25 лет жизни, когда я узнал, что такие хот-доги есть, опыт в отношении хот-догов Стардокс. А, вот это я, оказывается, пить хотел. Ну, что сказать. Как там, имея не ценим, потерявши плачем, заканчиваются бутылочки с такой этикеткой. Говорят, что добрый кола – это совершенно то же самое. Я, кстати, еще не попробовал. Хорошо, не будем сейчас о грустном, а съедим датский хот-дог, чтобы немножко нам стало с вами повеселее как-то, да? Можно прикрыть. Датский хот-дог. Ну, это, наверное, самая классическая позиция, потому что он, как бы, поразнообразнее, чем французский. Но он уже имеет конфигурацию классического хот-дога с булочкой разрезанной вдоль. Соусы на выбор. Если я считаю, что во французский хорошо идет майонез, не люблю мешанину из всех соусов. То есть, сюда хорошо идет кетчуп и горчица. Плюс соленые огурчики в количестве 6 штук и хрустящий лук. Наверное, только от этих хот-догов я вообще узнал о существовании такой вещи, как вот этот лук-фри, хрустящий лук. У меня здесь колбаска берк-салями. Целиком из свинины. Надеюсь, что будет не супер жирной. Я, по-моему, такую не пробовал. А вот эта стоит 250 рублей. Видите, когда колбаска длинная, есть сначала возможность попробовать ее без хлеба. Она жирненькая, но не супер жирная. В ней чувствуется вот этот именно вайп салями. И сразу же горчица и хрустящий лук. И вот этот хрустящий лук делает хот-дог вкусным. И он, на самом деле, тоже удобно есть. Бак, что произойдет у вас огурец свалится или просыпется чуть-чуть лука. Но в этом плане, конечно, хот-доги удобнее, чем бургеры. Кстати, колбаска достаточно нейтральная. У них вот есть чоризу. Она такая прям остренькая со специями. Это просто такая полнотелая, жирненькая свиная колбаска. Повторюсь, не супер жирная. Вот это сочетание хрустящего лука, огурцов, кетчупа, майонеза. Очень мягкая булка. Причем мне нравится Стардокс. Он в хорошем смысле, как все большие франшизы, стандартизирован. Как там Макдоналдс был. Ну, сейчас, я надеюсь, что вкусные точки смогут удержать это качество. Пока держат, на мой взгляд. Киевси, все что угодно. Хотя Киевси и Бургер Кинг не всегда бывают стабильными. Ну и, возможно, у меня такое трепетное отношение. Потому что Стардокса, как, например, и Булинов Теремок, в Уфе не было. Ну, точнее, Теремок были в виде ларьков. Но это буквально продлилось год. А Стардокса не было никогда. И то есть для москвичей в этом нет ничего особенного. У них есть Стардокс около каждого метро. В Шереметьево терминал Д перед большими путешествиями я всегда покупал Стардокс. Потому что это было самое адекватное, что можно взять по цене. Это вкусно. Это достаточно разнообразно. И этим можно наесться. Это вот что касается двух главных позиций датского и французского хот-догов. Есть еще одна, третья позиция, которая у них давно. Называется ру-ли-ле. Все то же самое. Только в лепешке, свернутой конусом, в тортилье. И туда идет пюре порошковое. Опять же, ничего против него не имею. Это временами под настроение. Достаточно вкусно. В следующем случае, может, две сосиски воткнуть. Еще раньше давали вилку. Но я руле ел, может, раз в два в жизни. Мне не очень нравится. Без булки уже совсем не то. Но если вы прям совсем голодный парень или девчонка, мы имеете в виду, что есть вот этот вот конусовидный руле. Но мне показалось интересным взять позицию, которую я не ел. У них есть вот меню от шефа по странам мира. Здесь сейчас были в наличии миланский с вялеными томатами и моцареллой и мюнхенский. Здесь автоматически идет колбаска, сосиска, точнее, говядина-свинина. Он подороже, 270 рублей. Сверху выглядит так же, потому что лук хрустящий. Но здесь идет только горчица. Здесь должен быть бекон и капуста. Повторюсь, я такое не пробовал. Ну, выглядит аккуратно, похоже на датский. Просто по размерам поскромнее. А на 20 рублей дороже стоит. Давайте пробовать. Не могу понять. Это как будто бы тушеная квашеная капуста. Кисленькая. Чувствуются кусочки бекона. Ну да, мюнхенский, понятно, в этом есть такой немецкий вайб, немецкая атмосфера. Колбаски с капустой, с бекончиком, с другими напитками, не с колой. Ради разнообразия он вкусный. Здесь много хрустящего лука. Но, наверное, это как любое сезонное меню в большом фастфуде. Все равно вы приходите, вот за... у каждого есть там свой топ-1, топ-2. Здесь еще чизбургеры есть из котлет, но, не знаю, не вижу смысла, как будто бы их сейчас обозревать. Я хотел показать, в принципе, что такое Стардокс. И почему их люди полюбили, что, ну, они много где есть до сих пор, хотя бы в Москве и в Питере. И вот у нас тоже открыли. У Фе на самом деле всегда не везло с хот-догами. И у каждого из вас, кстати, возможно, кто не ел в Стардоксе, возникла мысль. Это не что-то революционное. Я вот эти датские и французские хот-доги видел. Вы совершенно правы. Вы видели их наверняка на больших заправках, вроде Лукоэла или даже у Башнефти на некоторых есть. Но это именно что подражательство Стардоксу. Даже само название датский хот-дог отсылает нас к той истории, когда они изначально назывались Стэфф, потому что мясными поставщиками была компания датская Стэфф Хаулберг. Поэтому датский хот-дог в честь датского поставщика. Соответственно, в других местах это несложно повторить. Подобные хот-доги тоже есть, но отцы-основатели это Стардокс. У нас действительно не приживаются часто хот-доги. Ну, живут где-то там в парках в количестве одного хот-дога без выбора и так далее. Я поэтому очень надеюсь, что вам Стардокс тоже понравится. Это в хорошем смысле сетевой фастфуд, который такой же здесь, как, например, в парке Горького. Поэтому, если вы любите хот-доги и разнообразие колбасок, то милости просим сюда моя личная для вас от души рекомендация длиной почти что в 30 лет. Друзья, вы присутствуете на историческом событии, между прочим. Впервые программа «Едоки» приехала в Инорс и сразу в бургерную Мазел Лакрос. Здесь у меня три бургера, но сначала мы, так как тут нет никакой там раковины или антисептика, берите свое и никогда не ходите с грязными руками. Столиков здесь нет, здесь есть две бочки, как вы видите. Она на солнце, конечно, нагрелась, так что немножко даже вот ишенку, наверное, жарить можно, но это в плюс, потому что еда у вас не остынет, если вы здесь будете есть. Поэтому везде нужно искать свои преимущества. Давайте начнем тогда с самого большого бургера, который я взял. Он называется «Биг Бой». Стоит 430 рублей. Здесь две котлетки. Давайте я его разверну. Конечно, немножко уже, как вы видите, ну, в огромных бургерах всегда вот так начинается. Все смешивать. Здесь двойная порция сыра, две котлеты и соус чепотла еще. Булки мягкие. Рассказал содержимое. Ну, выглядит он, понятно, что чуть разваливается, но эта сочность, наоборот, придает аппетит, знаете ли. Особенно, если долго ждешь. Давайте кусать уже, наконец. Соленое мясо, но сочненькое. Прожарку не спрашивали. Здесь велдан, если кому-то это интересно. И кто-то выбирает, любит себе выбирать прожарки. Ну, в целом, знаете, когда вы делаете укус, из-за двойной котлеты, разумеется, у вас во рту больше мяса, чем всего остального. Ну, это вот, вот еще вот есть какой-то сырный соус. Такой, знаете, аналог биктейсты в плане соотношения мяса и всего остального. Но вот соусы не так хорошо играют, как хотелось бы. Соус чепотла был заявлен, но такой чуть-чуть, даже намека нет на остроту какую-то. Это, в общем, для тех ребят, которые очень хотят есть. И насытиться можно им вот на раз-два. В принципе, я вот откусил раз-шесть и уже практически наелся, можно сказать. Это неплохой бургер. Единственное, для меня чуть солоновата котлета. Ну, чем нужно. Переходим мы к бургеру вестерн. Он больше всего сохранил форму, как вы видите. Давайте раскрывать его. Вот. Да, он действительно сохранился лучше всего. Здесь, значит, ну, кроме булок, понятно, луковые кольца. Вы видите, в количестве аж четырех штук соус барбекю и котлета. Никаких овощей нет, но это вот совсем для ребят, которые, да, которые говорят, что овощи вообще для вот этих вот людей, которые там ЗОЖ любят. Это вот согласен. А хотя лук же ездит, что я говорю-то, господи. Но лук, кстати, прям трушный. То есть это не какие-то луковые кольца, знаете, вот там в каком-нибудь, я не знаю, Бургер Кинге, когда вот со самого вкуса лука не чувствуют. Здесь они вот прям... Я вижу панировку, вижу за ним лук. Насколько это будет вкусно, давайте пробовать. Вот он тоже. Здесь вообще все в мясе. В плане, что все рецепторы как будто мясом забивают сразу. Ну и соус барбекю, разумеется, подчеркивали. То есть сама котлета с дымком. Соответственно, еще и соус барбекю. Ну, ты вообще как будто сидишь на костровище и трескаешь мясо. Слушайте, ну лук вот так вот не особо чувствуется. В том плане, что реально вот мясо все забивает, а вот эта вот луковая панировочка я вот даже не могу различить у себя внутри в рецепторах. Ну, давайте еще один укус. Не знаю, насчет овощей, здесь нужны они или нет. В принципе, я думал, будет не так сочно. А тут вполне себя неплохо. Наконец, Rush Crispy Chicken. Вот он, как говорится, за границей 300 рублей не вышел. Здесь курица в панировочке, как вы видите. Сейчас я открою. Вот так вот. Какой-то вот положили здесь майонезный соус, видимо. И внизу салат Cold Slow. Тоже, кстати, довольно неплохо сохранил форму и выглядит симпатичненько. Давайте пробовать. Слушайте, ну курица сочная. Вот прям я удивлен. Сверху салата Cold Slow. Ну, то есть такой он. Я бы назвал такой почти полезный булгер, потому что белок, куриная грудка, салат Cold Slow. Ну и понятно, что булочки много калорий. Ну, что поделаешь. Он такой самый нейтральный, самый, ну, в кавычках назовем его полезный, да. Тоже довольно вкусный. Единственное, здесь мало соуса. Вот этого майонезного. Он как бы совсем не раскрывается. Когда я открывал булочку, вы, наверное, видели. Там буквально чуть помазано. И все. Ну, это практически на сочность не повлияло, потому что Cold Slow довольно неплохо дает влагу. Ну и закончим нашу трапезу картофелем Айдаха, как здесь заявлено. Довольно редкая вещь в нашем городе, потому что картофель по-деревенски готовят гораздо чаще. Здесь, на самом деле, тоже больше похоже на картофель по-деревенски, чем на Айдаху. Ну, давайте пробовать. Внутри здесь картошечка должна быть прям мягкая-мягкая. Слушайте, ну мягкая, да. Как раз вот, мне кажется, из-за того, что бочка довольно нагретая, позволила картошке не остыть, и внутри она прямо, смотрите, нормально, как дада. Посыпано сверху солью, но это на любителя. Можно посыпать, можно не посыпать, на самом деле. Но картошка хорошая. Главное, помните, чтобы она не остыла, поэтому следите за временем. Что по итогу? Во-первых, сама локация. Прикольно, что вот рядом автомойка, ОМПО, да, там и так далее. И тут раз, как оазис, да, среди пустыни стоит просто контейнер с бургерами, где может любой путник перекусить. На самом деле, неплохие бургеры оказались, ценник довольно адекватный. То есть, в принципе, то, что стоило 400 рублей, действительно, тут много мяса. И те, кто любят, получат то, что хотят. Возможно, стоит поиграться с прожарками, там, с мясом своим, но это уже, как говорится, если они хотят куда-то там левелом вверх шагнуть. А мне понравилось, мне больше всего понравился, наверное, бургер с луковыми кольцами. Он какой-то сбалансированный оказался. То есть, сама котлета достаточно, соус прикольный был, вот. И куриный тоже очень неплохой он для тех, кто вот... Обычно куриный бургер, они всегда проигрывают. Лучше брать отдельно курицу, ну, как будто мне так кажется, не знаю. Но вот здесь как-то получилось, что с колл с лу, соусом, он как-то хорошо сочетается. И мне понравилось, честно говоря. Напитков сегодня не было. К сожалению, да, хотелось бы чем-то вредным это запить. Как водится, мы же все-таки стритфуд обозреваем. Вот, но классно, что, опять же, в таком отдаленном районе города, хотя для кого отдаленно, да, кто-то, может, здесь живет, появляется новое-новое заведение со стритфудом. Пусть все у них будет хорошо. Друзья, мы на перекрестке Свердлова и Аксакова. Здесь общаги, трамвайная остановка, очень колоритная атмосфера. И именно здесь почему-то образовался такой своеобразный гастрономический кластер. Гастрономический касаемо стритфуда. Здесь есть и популярный сытый батыр, и пристроили прямо к подъезду ларек с корн-догами, и новая сетка, которая называется биф-донор, но там нет ничего из говядины. Но вот наше внимание привлек киоск с названием Лазат. Халяльная еда, 24 на 7. Здесь только что была большая очередь из студентов, и мы выбрали его. Давайте попробуем, чем здесь кормят, друзья. Погнали. Здрасте. Здрасте. Так, у вас шаурма в тарелке есть, да? Да. Вот мне в тарелке, пожалуйста. Чего себе так. А я вот закрытую пиццу туда возьму. Так. Закрытая пицца. А мне еще сосиску в лаваше. Мало сегодня ел сосисок. Да, я сегодня сосисочный эксперт. Так, а я тогда возьму донор в булке. И донор в булке. И попить. О, вот как раз, что интересно. Вот добрый лимон-лайм баночку. А апельсинового нет? А только такой. Ну, два тогда давайте. Ага. Сколько по времени готовите примерно? Десять минут. Десять минут. Все. Ну, и все с собой в пакетик. Очень солидно все выглядит, Сергей. Посмотри просто. Реально много, кстати. Вот тебе на тарелке. Вот тебе сосиска твоя. Спасибо. Вот мои тоже две позиции. Отдельно упакованы. Ну, мы реально с тобой вот выбрали просто на месте. Я гуляю здесь иногда и увидел, что здесь какое-то невероятное количество лольков. Мне кажется, это топ-3 самых колоритных мест, где мы снимали едоко вообще. Удивил в хорошем смысле ассортимент. Но вопрос в том, насколько все будет вкусным. И мы спросили, и все есть в наличии? Нам говорят, все, кроме гироса. И он замазан в меню. То есть никакой дезинформации. Просто здесь, повторюсь, здесь поблизости соседний киоск биф-донор. И мы думаем, о, биф-те-то, донор из говядины. Мы говорим, а что есть из говядины? Нам говорят, ничего. Я бы начал с шавермы на тарелке, но пока лаваш еще живой, надо такие позиции взять. А, Оскар Шамильевич уже все подготовил. А что это такое тебе? Это вот якобы закрытая пицца. Очень сильно такая зажаренная, соответственно, пита. Ну, согнутая с кучей всего внутри. Посмотрите, соус. И вот даже прямо же вытекает. Это не соус, это жир пьешь, дружище. Он вкусный. Давай, вкусай. Разумеется, никакая это не пицца. Но там сыр, наверное, просто есть. Сыр только чуть сверху. Это просто те же ингредиенты, что в любой шавурме, я думаю, и у тебя на тарелке, просто завернутые в такую питу. Чуть-чуть напоминающая кальцона, да, закрытую пиццу. А так внутри все, вот куча майонеза или этого соуса сметанного. Это еще и достаточно дешево. И курица. Это дешево. Это вот скорее, знаете, для тех, кто... Ну, вот кому не нравится форма вот такой шавурмы, кто хочет так вот поинтереснее чуть вот поесть. Трешка вкусная или это какая-то вот эта заготовка? Мы как-то раз с тобой такую ели, она на картон похожа. Она, ну, не выдающаяся. Никакая, да? Не выделяющаяся. Хорошо. У меня, видимо, аналог хот-дога с двумя сосисками в лаваше. Ну, вообще, это вкусная штука. Обычно бывает, если сосиски нормальные. Здесь их, судя по всему, две, потому что она посередине вот так вот наклоняется. То есть там не две сосиски вдоль, а одна и потом еще одна. Так, я подозреваю, что у тебя все так же начинка, кроме мяса. Ну, у меня еще, по-моему, огурцы есть. Здесь достаточно вкусный такой кисленько-майонезный соус, как будто там даже есть что-то типа йогурта. Да. А сосиска пока не понял. Ну, сосиски мало. Она одна, и она вдоль порезана. То есть здесь не целая. Но на вкус... Ну, очень средняя сосиска. Но, посмотрите, здесь буквально 2-3 слоя лаваша. То есть она не колоссально хлебная. Здесь есть овощи, соус, немножко сосиски. И из-за того, что они зачем-то решили разделить, положили бы вдоль. Она вот здесь в середине разваливается. Сочненько, главное. Да. Но, кроме очевидных минусов, то, что структура так себе и сосиски, ну, вот, кот наплакал. Это достаточно сочно, довольно-таки вкусно, и стоит всего 120 рублей. То есть это очень дешево. Этим можно наесться. Но ешьте прямо из пакета, потому что вот натекло уже и у меня, и у Аскара. Ну, ладно, хорошо, допустим. Я вот пока напиток попробую. Мне просто интересно, будут ли различия вот в соусе. Мы не сотрудничаем с добрым, но, как я думаю, многие знают, они, в общем, сделали газировки, и вроде как, сейчас узнаем, их лимон, лайм, апельсин и кола – это кола фанта и спрайт. Вот у них был аналог спрайта, а сейчас попробуем, он это или не он. А это он. Старый добрый спрайт из того же самого крана и даже того же самого цвета банка. Бутылки грустно выглядят, они прозрачные. Вот такие современные реалии, друзья. В общем, имейте в виду, если что, это спрайт. Ну, вкус, да, тот же самый. Ну, давай свой донер в булке. Вот он самый огромный у меня, посмотрите. Я уже сегодня ел бургеры. Они говорили, гироса нет, смотри, что в картошку напихали. Это вот аналог гироса. Слушай, ну, может, они отказались от гироса, как от идеи. Просто, я не знаю, вот это точно разорверотка называют. Гигантская булка, да, то есть похожая на, ну, не знаю, на бургерную немножко, но понятно, что есть булка, вот видите, порезали, тут она остается плоской, а вся начинка ушла от начала, чтобы, я не знаю, как-то получится куснуть или нет. Получится. Здесь вот тот же соус, скорее всего, да, этот йогуртный, куча картошки, хрустящий лук и вот там вот нарезанные овощи. Ну, в принципе, донер, именно в понимании донер в булке, а много где донер, это именно в булке, это как бы соответствует, в общем-то, его названию. Вот, да, ну и сделали красиво, конечно, в этом плане ничего не скажешь. Погнали. Ну, он еще большой, он стоит, по-моему, 200 с небольшим, что-то типа 220, то есть. Ну, а что соус, это, соответственно, очень похоже на эту пиццу, которую я ел, ну, пиццу в кавычку. Поэтому у них все есть, у них все вокруг одних и тех же ингредиентов. Ну, единственное, здесь, да, здесь пихнули картошки и хрустящий лук, они чуть-чуть как бы дают немножко другой вкус. Ну, соуса много, это радует. Соуса очень много, он прям утопает. Доминирует, да? Ну, это... И курица, естественно. Во-первых, это стоит дороже всего, по-моему, 250, да? Ну, дороже только на тарелке 260. Ну, соответственно, если вы хотите посытнее что-то, и с хлебом. А хлеб не перебивает, то есть не слишком хлебно? Нет, наоборот, наоборот. Ну, выглядит... Хлеб очень тоненький такой, как раз-таки он вот, ну, мне кажется, удачно дополняет. Альтернатива вашу, в общем. Слушайте, ну, это не что-то сверхъестественное, но... Это неплохо, но мне просто вот этот сам йогуртовый соус что-то не нравится. То ли я к нему привык, его почти... Его много где делают, ну, в смысле, вот в уфимских киосках шаурмой. То ли я к нему тоже уже присытился, то ли что, но хоть что-то поинтереснее. А так, ну, неплохо. У меня тут целый новогодний подарок. Андрей, она тяжеленная штука за 260 рублей. Я вообще фанат шавермы на тарелке. Это в Петербурге этим никого не удивить. Она там везде есть, поэтому я там как дурак. Когда приезжаю, начинаю восхищаться. О, я ел такую шаверму на тарелке, там были разные гарнирчики и все остальное. Мне говорят, ну, парень, это в порядке вещей. У нас вот чтобы в шаурмичной предложили тебе шаурму на тарелке, я не знаю больше. Где-то разово, может быть, бывает, и то еще иногда не в наличии. Что ж, вот он момент истины, друзья. Давайте посмотрим. Ну, выглядит неплохо. И что это? Это опять же все абсолютно то же самое. Единственное, я вам как специалист по шаверме на тарелке могу сказать, в моей идеальной картине мира здесь бы еще какой-нибудь капустки маринованной и питу, конечно, хотелось бы. Да, питу. Ну, можно оторвать. Любой вот, ну, оторвать, это ты заказал. Ну да. Это ты заказал отдельно. У меня тут никакого хлеба мне не полагается. Так, порвать или не порвать? Ладно. Мы сейчас картошку положили на среднюю порцию. Раскрошится все. Ладно, давайте мясо попробуем сначала. На мясо тоже, кстати, что-то еще красного налили, помимо этого соуса. Здесь еще есть прикол с мясом. Оно когда в лепешке как бы теряется, его очень много. Но мясо не фантастическое, оно вот, я бы хотел, чтобы оно было более поджаренным. Но оно не сухое, оно достаточно вкусное. Вот этот хрустящий лук. Его так много я не видел, кстати, тоже нигде. Он мне нравится, но это тоже не сказать, что прям шаверменная классика. Огурцы, помидоры. А вот картошка прям вкусная, респект. Если мы представим, что Уфа на старте, гонки шавермен на тарелке, а Петербург где-то 300 лет назад там финишировал, то за неимением альтернативы, и, кстати, он немножко странный, хрустящий лук, но он разный бывает производителей, это они сами делали. Он такой чуть более масляный, чем надо, но это они сами сделали. Ну так дешевле, наверное. Там лук и мука только нужны. Но как шаверма на тарелке классическая в моем понимании, где есть и свежие маринованные овощи, где, в принципе, сам донер такой, ну, с большей корочкой, более поджаренный, это как бы не лучшая шаверма на тарелке, что я ел. Шаурма. Но соус вкусный, и картошка вкусная, и, в принципе, по отдельности ни до чего не докопаешься. И как большая порция еды, ну, вроде как не в лепешке, которую ты можешь взять домой, ну, вот здесь в общежитии, или просто домой. Я могу взять себе домой. Как за 260 рублей, очень и очень неплохо. Я повторюсь, это не лучшая шаверма на тарелке, которую я ел, но у нас нет другой. Вот. Вот такая история. Только в турецких заведениях, если повезет, то есть в донер, он может поесть. Вам сделают, да. Сам формат учтен, поэтому я доволен. Я вообще не ожидал, что я сегодня в нашем стритфудном выпуске что-то такое съем. Ну, ладно, скажет хорошо. Какие у тебя общие впечатления? Ну, вообще, учитывая, да, в каком месте мы сидим, и какую видели очередь там, да, то есть ребята качают, несмотря на то, что есть вокруг, вот, например, не раз вспоминавшись, биф-донор уже за наше с тобой здесь времяпрепровождение, ни разу не подошли. Да, за 30-40 минут не один человек. Вот. Здесь человек 10-15 успели поесть. И для меня это сегодня такая, знаете, именно шаурма и все, что, и ее аналоги, да, в разных формах, хлебах и подачах. Ну, она неплохая. Мне, говорю, мне вот и конкретно соус не очень нравится, но она как вот, как ребята приготовили, как подали, как сделали, в принципе, это очень неплохая шаурма для нашего города. Ну, видите, мы заказали все вокруг классической шаурмы. То есть только из запчастей того, что мы заказали, можно составить впечатление, что это была за шаурма. И, на мой взгляд, я фанат именно петербургской шавермы, где мало всякой отсебятины, где курица, огурцы, помидоры, белый соус. Это весьма похоже. Это такая уверенная шаурма на четверку, которая здесь имеет свои конфигурации в виде вот этой типа пиццы в пите, в виде донера, в виде сосисок, за счет чего сразу становится дешевле. В общем, если вы где-то здесь поблизости обитаете, или вам нравится именно вот такая аскетичная шаурма, без капусты, без морковки по-корейски. Заглядывайте сюда, здесь реально очень колоритно, хоть трамвай грязно вокруг, ужасно. Но есть шаурма, которой можно поживиться, и может быть там через дорогу вкусные корн-доги. Мы знаем то, что именно уличные выпуски вы ждете больше всего, но, по крайней мере, комментарии, когда обзор на шаурмичные, встречаются весьма часто. Так что, надеюсь, вы почерпнули для себя что-то любопытное из того, где можно поесть в Уфе на улице, пока не выпало снега. И пишите в комментариях тоже, куда нам сходить из стритфуда, например. С вами была программа «Едоки». Увидимся в кафе. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!